вы когда-нибудь задумывались над тем почему в раннем христианстве и в нынешнем исламе запрещено изображение ликов богов святых и тому подобное почему они все это заменяют заменяли и заменяют ну какими-то другими аллегорическими изображениями в исламе например растительностью а в раннем христианстве ну не знаю птицами каким-то я уж сейчас не помню всякой ерундой короче так вот почему это происходило вы когда-нибудь задумывались попробую вам разъяснить очень интересно кстати ситуация складывается во-первых я напомню официальная версия что христианство образовалось 2000 лет тому назад а ислам образовался 1300 лет тому назад примерно это может быть 1400 то есть это вот те самые начальные века когда существовал так называемые для христианства римской империи которые вообще никогда не было и для ислама когда якобы существовал исламский мир которого естественно арабского мира исламского не существовал я впервые на то что этих миров не существовало наткнулся когда делал свой проект языки мира это был колоссальный такой проект я за него получил почетную грамоту от российской академии естественных наук, мне сделал такую надпись торжественную на этой работе академик Иванов, это известнейший лингвист, компаративист, то есть тот, кто владеет и занимается изучением языков мира, а таких людей в то время, когда он еще был жив, было всего 2-3 человека, сейчас, по-моему, не осталось ни одного, если не считать меня, потому что я в какой-то степени затесался вот в эту сферу, по крайней мере, той своей работой, которую он так высоко оценил. Так вот, дело в том, что когда я создал это дерево языков, и оно было опубликовано, я с удивлением обнаружил, с удивлением для себя, что 4 языка мировых, которые существуют в реальности, не имеют языков предков, и я удивился, почему это произошло. Назову вам эти языки. Первый язык иврит, второй язык арабский, третий язык латынь и четвертый язык церковно-славянский. И я долго искал причины этому, пока мне вот как раз те самые академики такого древнего нашего советского уклада не сказали, что, оказывается, эти 4 языка являются языками ритуала, они не являются языками живых людей, и они были выдуманы для производства определенного ритуала совершенно не далекое прошлое. И тогда я, естественно, понял, что да, действительно, в то время, как возникли религиозные течения, то есть арабское течение, исламское, христианское, иудейское, масонское, вот тогда у нас и образовались все эти языки ритуала, потому что они были созданы различными метисами для того, чтобы то, о чем они говорят, относилось только к их религии и не было понято никакими чужими товарищами. Дальше, когда я стал изучать уже русские берестяные грамоты 10-12 веков, я обнаружил, что в них тоже религиозности нет никакой. И самое главное, что в то время в этих берестяных грамотах описано большое количество серебряных монет, которые у нас почему-то называются дирхемами, там, в общем-то, таких слов нету. И эти монеты все вроде как поставлялись с востока, с арабского востока, там действительно есть какие-то арабские начертания. Но дело в том, что в это время вроде уже были арабские цифры, вроде были какие-то арабские государства, это все-таки 10-12 века, уже всякие эти куфические дому, подобные дирхемы везде ходили, и ни в одной берестяной грамоте не упомянут ни один арабский момент, ни одна арабская цифра. 12 век. Вы представляете, что это? А за пределами Руси эти серебряные монеты не ходили нигде. И в самих арабских странах, так называемых, этих монет тоже не обнаружено. И академики Янин и Залезняк, они все время говорили тогда, что, видимо, была такая ситуация, что русским принадлежали, все арабские рудники серебряного металла, где они добывали эти арабы все, делали нам монеты на экспорт, мы эти монеты забирали, а сами арабы обходились медными монетами, которые были примерно в сто, в тысячу раз дешевле. То есть номинал этих монет обходился намного ниже, и людям этого хватало на их низкооплачиваемую жизнь. На самом деле это говорит, скорее всего, о том, что никаких арабских территорий не было, потому что даже если бы они все отдавали, что бы ковали в виде этих монет, я думаю, что из них кто-нибудь обязательно украл бы себе мешочек другой, и все равно это было бы обнаружено. Однако нет, ни единственной ни одной монеты. Так вот, теперь понимаем, что даже в 12 веке не было никакого христианства, не было никакого арабского, исламского мира. Исламский мир и арабский мир – это поздние вещи. И когда мне работник Госархива сказал, что он является проверяющим по раннему христианству и не экспертом, а именно проверяющим, ревизором, и когда он по долгу службы за свои там 25 лет работы в этом органе осуществлял эти проверки в той самой Иберии, которая сегодня называется Испанией, то с удивлением он для себя обнаружил и мне вот сказал, что наше христианство, которое мы знаем на земле, которое сегодня процветает в каком-то смысле, оно образовано всего лишь начало его 1900 год, а Христа распяли, то есть расцвет этой всей символики в 1933 году. То есть как раз в то время, когда у нас в Германии к власти пришел Гитлер, который носил кличку фюрер, это то, чем обозначали Христа в Библиях того самого времени. Это так называемый вождь, христианский вождь, а сама кличка, фамилия Гитлер в буквальном переводе, она обозначает слово Библия, священные тексты, вот так, если правильно. И вся верхушка Третьего Рейха, она, естественно, тоже в переводе обозначала библейские события. Я уже много раз говорил, Гитлер – это гиты, гаты, священные тексты, лер – это суффикс множественного числа. Если берем Гиммлер, то гемел – это небеса, лер – это множественное число, небеса фамилия обозначает, Геббельс – это геп, бог подземного царства, ну и все остальные у них клички были подобные, то есть это Библия, плюс еще некоторые небольшие заимствования из так называемой истории древнего Египта, может быть, Греции, ну так, помелчи они откуда-то еще подтаскивали. Вот такая была картинка и в это время она и была. И вот теперь представьте, если бы вдруг в девятнадцатом веке, в конце девятнадцатого, когда готовились к этому возникновению, в кавычках, религии, начали рисовать те самые лики тех самых святых, то кого бы они рисовали? Кого? Немцев? Или кого еще бы рисовали? То есть задача по введению религии в мир, она в тот момент доходилась в начальной фазе. И если бы к 1900-му или сразу после него году начали бы рисовать настоящих каких-то людей, то художники автоматически брали бы людей из своего окружения. Еще не сформировался бы такой художественный канон, который бы предлагал людям человека из некоего Ближнего Востока, ну так скажем, условного. Как вот, например, допустим, я был маленьким еще в семидесятые годы и по телевизору никогда не изображали древних египтян в виде негроидов. Никогда такого не было. Всегда были древние египтяне белые или европеоидного толка. А сегодня, когда мы смотрим на древний Египет, на реконструкцию этих древнеегипетских событий, мы всегда видим, точнее нам всегда показывают именно смуглых негроидных людей, которых там на той территории вообще никогда не было. И я прекрасно знаю археологию, археология говорит четко, никаких негроидных, никаких метисных скелетов в том месте не обнаружено. Почему? Потому что тогда еще даже и негроидов не было. Они еще в то время не пришли. И если кто хотя бы в школе учил историю древнего Египта, то он прекрасно знает, что было нижнее царство и верхнее царство. Нижнее это около дельты, а верхнее это в верховье синего Нила. И эти царства между собой не контачили или воевали. А потом уже в последнюю фазу Египта уже пришли с верхнего Египта насильники, которые и стали заселять территории Нижнего Египта своими негроидными парнями или девушками. Вот только тогда там чего-то где-то начало смешиваться. То есть, представляете, это все есть. А нам телевидение начинает нагнетать, что действительно древний Египет какой-то построен метисами. Им просто не откуда было взяться. Картина в исламском мире еще проблематичнее. Дело в том, что все топонимы, которые включают в свою базу слово «Аллах» и тому подобное, они находятся в двух совершенно независимых регионах, с нашей точки зрения независимых. Первый – это Якутия наша. Там есть огромное количество топонимов, связанных со словом «Аллах», и вообще это то место, откуда понятие Аллаха как верховного божества и произошло. Второе – это Прибалтика, Эстония, Финляндия. Там тоже, как раз в этом месте. И носителями первоначального ислама являлись как раз монголоидные племена, эстов различных лопарей, якутов и тому подобное. То есть, это все было к северу от Москвы, к северу от Москвы. Ну и, естественно, к северо-западу, к северо-востоку. А потом уже через Казань, когда в Казани впервые был принят ислам, и в Казани впервые была напечатана уже исламская литература в виде Корана, то есть Коран был в Москве напечатан первый, но привезен уже туда немцами-завоевателями. И уже оттуда, из Казани, арабский, так скажем, ислам проник уже в арабские зоны. То есть, опущение было ислама туда. И представляете, если сейчас мы бы с вами наблюдали те ранние какие-то работы исламского мира, то есть какие-то вещи, которые показывали бы нам исламский мир той ранней поры, мы бы с вами видели как раз тех самых якутов и эстов. В общем, это один и тот же народ. Лопарей различных финнов. Это все один и тот же народ, кстати, который всегда с нами воевал и всегда был нашим тотальным врагом русского народа. То есть, представляете, мы этих монголов бы тогда увидели на первых изображениях некоторых таких условных икон. И представляете, как сегодня бы это выглядело, когда, допустим, арабские эмираты говорят, что вот у нас здесь центр ислама, смотрят на лики, а там у них якуты сидят. Но, естественно, арабам, которые совершенно не родственны никак якутам, они просто сломалась бы голова от того, что они увидели. Также абсолютно в христианстве, потому что первые христиане, они были немцами, германцами на территории Германии, но выходцами тоже оттуда, из китайского востока через Афганистан. Я уже много раз об этом говорил и писал. Поэтому, если бы первые, мы увидели с вами первые изображения Христа и тому подобного, но тем более Христос – это солнце, которое встает там в Японии и на востоке, мы бы, естественно, с вами видели бы восточных людей монголоидного облика. И потом нам было бы очень сложно друг другу объяснить, а почему это первый Христос был монголоидом, а второй Христос, вот сегодняшний, которого изображают сегодня, вдруг является ближневосточным персонажем. Это, кстати, тоже к тому, почему Ближний Восток находится сегодня на той точке, которая вообще-то обозначает юг, и почему он находится не на востоке, и почему там живут не монголоиды. Ну и, наконец, тот же самый иудаизм, родиной иудаизма, вы, наверное, многие из вас удивлятся, но родиной, самой древней родиной иудаизма является, естественно, на Афганистан, как я уже и говорил, но зороастрийские выселки, которые перенесли этот иудаизм уже на территорию нынешнего мира, то есть из Афганистана к нам в наш регион, это как раз прибалтийские страны. Вот прибалтийские страны – это родина древнего иудаизма, и в эту прибалтию входила также и Белоруссия. Поэтому она сегодня, кстати, так процветает, в недружественном мире к ней, она все время находится как бы между огней, но ее никто не трогает в итоге. Вы заметили это тоже, что Белоруссия такая интересная страна, что все агрессоры, мировые агрессоры ее как бы пытаются зажать, и батька там еле-еле справляется с ними, но справляется, понимаете? До сих пор его никто как бы к ногтю не берет. Вот такая картина. И потом уже первоначальный иудаизм. Там, кстати, тоже в Прибалтике огромное количество топонимов, которые связаны с иудейскими событиями именно древнего, того самого Ветхого Завета. Ну и, естественно, все легенды там на той территории сохранены. Оттуда уже Новый Завет – это следующий шаг до той самой Германии. Германия – это Новый Завет, в том числе и о Христе, и поэтому первоначальный Христос, он выглядел так называемым арийцем, потому что это больная тема немцев. Они хотят вернуть к себе арийский вид. А Арии, страна Ариев, я вам еще раз, тем, кто не помнит, напомню, это Ариана, это юго-восток древнего Ирана, примерно там где-то на стыке с северной Индии и с тем же, опять же, побольше, конечно, там расстояние, но с тем же Афганистаном. Вот она где-то, Ариана. И туда ходил в свое время Александр Македонский искал, как и Гитлер, предков своих по истории. Македонский, конечно, это вымысел. Так что вот такая она ситуация с религиозными течениями, то есть все они зародились не в тех местах, где сегодня кочуют и обитают, поэтому первоначальный момент исполнения каких-то ликов святых был запрещен для того, чтобы, во-первых, нельзя было определить, когда нарисованы эти лики по антуражу, по фактуре, по одежде, до тех пор, пока не будет разработан какой-то правильный образ, который все остальные художники клонировали, религиозный образ, до этого не изображались. А потом, когда уже был придуман лик какого-то Христа или еще кого-то, ну а мусульмане вообще обошлись, они просто не стали рисовать. Кстати, если кто из вас посмотрит старинные работы, ну, которые выдаются за старинные, например, есть карты, арабские карты, исламские карты, когда вы посмотрите на эти карты, географические карты, вы обратите внимание на тех людей, которые там изображены. Считается, что это древние карты, ну это средние века, то есть где-то 15-17 века, и вы посмотрите, они все, все исламские люди, все монголоиды. Нет арабских людей среди исламитов. И исламиты нынешнего плана – это совершенно другое направление. Это уже арабский мир, который, я не знаю, по науке раса арабов, она не относится ни к какому нынешнему такому миру, я даже не знаю, откуда они появились, честно говоря, потому что если монголоиды имеют под собой научную свою монгольскую расу, негроида негроидную, европейцы европеоидную, то арабы не относятся ни к тем, ни к другим, ни к третьим. И также и тюрки. И я не знаю, кто у них был в числе тех, от кого они произошли, это большой секрет. Поэтому, может быть, они, кстати, и не рисуют свои изображения, потому что, может быть, у них совершенно другой метод происхождения. Я об этом уже писал в своей книге «Пылающий мост» и продолжил эту тему в книге «12 ликов Егей», где показал, что существуют люди с живыми душами, существуют люди с мёртвыми душами. Вот мёртвые души и люди с мёртвыми душами формируются в среде религиозных деятелей. То есть те существа, которые становятся послушниками той или иной религии, они каким-то образом живут, не имея внутренней своей души. И эта душа, она как бы, ну, так скажем, красивыми словами, что она отдана их Богу, они её как бы отдали, вручили Богу, и вместо этого они сами оказались как бы без этой души, а уже Бог управляет ими каким-то странным способом. У русского народа своя душа, и они не отдавали её никогда никакому Богу, несмотря на все эти виды крещения. Кстати, тоже обратите внимание, больше тысячи лет как бы вроде бы русский народ был крещён, и не знал за эту тысячу лет ни разу какого-то этого семитского Бога. Только в этом веке, в 21 веке, вдруг почему-то наше государство этой религиозной тематикой изнасиловало свой народ и навязало её, а до этого этого не было. Я уже делал ролики и по тому факту, что вся высоченная, включая всех этих императоров, знать Российской империи, также не носила ни крестиков, ни любых других атрибутов никакой религии. Все старые полотна, которые имели и имеют изображение того XIX или начала XX века, они почему-то без крестов и без других атрибутов. А почему? Потому что, как я вам уже сказал, что тогда никаких этих религий не существовало, по крайней мере, на нашей территории.